Принимать нет ребенка, не совсем понятно как это. Ну, не хочешь, не делай, получается. Однажды я своего 11-летнего попросила сходить за хлебом. Он лежал с телефоном, а он мне говорит, нет, я не хочу. Честно, я была в шоке, потому что он видел, что я занята на кухне, готовя ему же обед, и тут на мою просьбу нет. Ну вот как так можно? Я принимаю его нет, и пусть он и дальше не делает. Почему нет наших детей настолько ранит нашу душу? Почему мы не считаем возможным, что ребенок может устать, не хотеть, быть чем-то занятым, и он имеет право сказать нам нет в ответ на нашу просьбу? Когда мы начинаем обижаться в такие моменты, когда мы начинаем сердиться, мы, во-первых, не даем ребенку быть собой, мы учим его тому, что не нужно говорить о своих потребностях, не нужно быть честным. То, что с тобой происходит, не важно. Это первое. А второе, мы начинаем давить, мы начинаем требовать, и ребенок начинает от нас отталкиваться. И вместо того, чтобы помогать нам, он, наоборот, отталкивает нас. Не хочу тебе помогать. Дорогие родители, вы должны давать возможность вашим детям говорить нет. И дальше сделайте то, что вы просили ребенка. Но потом, через время, попейте с ним чаечек, вернитесь и разберитесь, а почему ребенок вам не помогает. Потому что всегда есть причина. Либо это бунт, потому что ваши отношения нарушены, и таким образом он может ваше внимание привлечь. Либо, например, ему очень не нравится то, о чем вы его просите. Если ему тяжело, например, грязные тарелки в позадомойку, ну неприятно ему ставить. Найдите другую работу для него. Или, может быть, он очень устал. Или, может быть, с ним что-то происходит. Мамы говорят, он лежит на диване с телефоном. А я говорю, сделай мне что-то. А он говорит, нет. Узнайте, а почему он проваливается в этот телефон. Может быть, вы не ограничили экранное время. Может быть, его что-то очень сильно расстраивает. Поэтому он проводит все свое время в телефоне. Дорогие мои, дети имеют право говорить нам, нет. Мало того, это очень важная информация, которая дает нам понять, что с ребенком происходит. Вы можете обижаться на ребенка. Вы можете наказывать. И вы ребенка задавите. Он будет всегда говорить вам, да. Но хорошо ли это будет? Нет, дорогие мои, это не будет хорошо. Подумайте сами, насколько вам не хватает возможности уметь говорить, нет. Вашим мужьям, вашим начальникам, вашим родителям. И насколько бы лучше вы бы жили, если бы вы чувствовали, что у вас есть право сказать нет. Дорогие мои, давайте будем сами учиться говорить нет. И давайте будем давать нашим детям право сказать нет. Это поможет им не только захотеть нам помогать и улучшить с нами отношения, но и поможет им в их будущей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...